На базе госпиталя ветеранов войн откроют центр охраны здоровья гражданам старшего поколения. К слову, в госпитале с 2019 года работает центр по оказанию методического сопровождения органам здравоохранения и социальной защиты. Сегодня принято решение к апрелю сменить направление работы и акцентировать внимание на пенсионерах. В структуру будут входить вообще все учреждения первичного звена. Будет входить как же и наш геронтологический центр, стационар, геронтологическое отделение нашего госпиталя, консультативная клиника нашего госпиталя и созданная работа и школа пожилого человека, школа нарушения памяти. Сами пенсионеры смотрят на изменения положительно. С интересом ждут, когда смогут вернуться в привычный ритм жизни, посещать врачей, получать квалифицированную помощь. После общения с гражданами глава региона отметил, на сегодняшний день, без преувеличения, люди пожилого возраста довольны качеством медицинского обслуживания. Просто все с нетерпением ожидают, например, когда этот госпиталь заработает в полную силу по тому предназначению, которое он должен нести. Все ожидают о том, когда начнутся все эти плановые приемы в поликлиниках. Ну и, конечно, все задают вопросы о том, что будет для них в ближайшее время сделано, потому что люди – они начитанные, люди – они внимательно слушающие, что мы говорим или что говорят эксперты. В Ульяновской области реализуют комплексную программу поддержки граждан старшего поколения. В структуре работы задействуют сразу несколько министерств – здравоохранение, соцблагополучие, спорта и культуры. В программу входят мероприятия разного спектра – от диспансеризации до гериатрической помощи. В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все профилактические мероприятия были отменены. Сегодня же работа возобновлена. В планах на 2021 год скорректировать комплексную программу для пенсионеров, организовать медицинское сопровождение граждан. Мы хотим предложить дополнительные мероприятия, которые будут касаться особенностей ситуации по новой коронавирусной инфекции. То есть есть возможность больше применять дистанционные методики. И мы должны идти к тому, чтобы постепенно, может быть, не во всех районах, возобновить диспансеризацию и профилактические осмотры. Также в регионе запущен пилот по системе долговременного ухода за малоподвижными гражданами. Проект включает в себя обучение персонала, увеличение количества социальных работников, дополнительные квалифицированные требования. Для родственников-пенсионеров в регионе работает школа долговременного ухода. Здесь близкие могут получить необходимые навыки по работе с пожилыми. Чтобы подать заявку или узнать необходимую информацию, работает единая горячая линия. Это большая работа. Это сначала типизация граждан, потом назначение услуг. То есть те услуги, которые оказывались не больше трех раз в месяц, сегодня граждане будут иметь возможность воспользоваться этими услугами в течение пяти дней в неделю. То есть это то, о чем мы давно мечтали, то, что мы планировали, и сегодня это уже доступно. Для поддержки активного образа жизни пенсионеров в регионе открыты центры активного долголетия. В 2021 году они будут переформатированы в более функциональную модель – «Мой социальный центр». Начиная с марта каждый центр активного долголетия оснасят необходимым оборудованием и мебелью. На эти расходы выделено свыше пяти миллионов рублей. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.